доброе утро дорогие друзья сегодня ночью у нас прошел красивые дожди даже не просто дождь а гроза так все начиналось вечером сначала поднялся сильный ветер и бы просто дожди достаточно крупный который очень хорошо проливал землю знаете казалось бы то мне лет 15-20 назад что я буду ждать дождь что я буду любить дождь я бы никогда в жизни не поверила а сейчас действительно я наслаждаюсь глядя на то как поливается мой сад как поливаются мои цветники и как это выглядит красиво же правда а потом ночью у нас была вот такая вот истерия все просто полыхало озарялась выглядело как-то так да что практически прекращался то опять набирал очень большие обороты что я боялась что у меня просто вымоет все в саду поэтому утро я начинаю именно с прогулки по саду и буду делиться с вами как будет выглядеть мой сад после дождя после грозы такая вот погода была целую ночь небо просто озарялась яркими раскатами молний и сейчас я решила выйти посмотреть как чувствует мои растения себя после ночной грозы капельки кстати сохраняются еще даже на траве до сих пор растения конечно чистенькие умытые и еще до сих пор сохраняется везде на каждом листочке на каждом лепесточке капелька от дождя сад выглядит намного живее намного ярче ни один полив из шланга не дают такого результата конечно же некоторые растения от своей тяжести просто лежат например как вот моя розочка просто положила свои цветочки мне на дорожку и зато как здорово смотрится сейчас хвост и они и так красивы и ярки насыщены но с капелькой дождя с капельками я просто их обожаю они такое ощущение будто просто переливаются на солнышке дождь конечно прошел очень сильный видно как полумывала местами землю здесь в этом месте у меня была мульча конечно очень не маленькая ямка образовалась даже любые хорошие дожди особенно когда это гроза не всегда происходит проходит бесследно а местами вроде даже ничего страшного точно ничего все только стало ярче сегодня конечно пострадают многие хвост и потому что капельки до сих пор сохраняются на листочках а уже начинает светить очень ярко солнышко и совсем скоро на хвостах появятся ожоги уже кстати на лепестках не открыт хвост это ситуация начала появляться видите вот эти ожоги хвост и получают именно от солнышко после дождя поэтому не бойтесь то что такие пятна есть на листочках хотя такими пятнами похожими проявляется дорогие друзья еще и ржавчин посмотрите ко мне прилетело какое-то ветров какой был сильный ветер что тут металла неизвестно где что и так давайте прогуляемся еще с вами дальше посмотрим какие еще изменения принес дождик точнее ливень мой сад ну пока вроде бы все хорошо все красиво красота цветет ливизия милая красавица яркое солнышко сауратум драконкулес я всегда считала что он не может зимовать в открытом грунте что это растение которое требует более теплых условий и его нужно забирать на зимовочку в дом оказывается в прошлом году у меня осталось нескольких глубине очков не все забрала в дом не все выпопала и вот какая красота он зимует кстати зимует вполне даже неплохо пойдем с вами дальше ну в принципе единственное что некоторое растение просто положили свои головы вот например колокольчик часть красиво стоит бодрым солдатиком часть лежит на листочках моей хосты тоже самое и гелиопсис зендермана тоже немножко положил свою голову знаете дорогие друзья такой погодой очень здорово дышать на улице после дождя у нас последние пару дней стоит жара 35 градусов это в тени на солнышке честно я не замеряла просто дышать было невозможно очень душно очень жарко а сейчас конечно после дождика очень классно очень приятно давно я ждала дождь вот в принципе смотрите даже сильный дождь сильная дроза прошла в принципе на ура ничего сильно страшного саду не натворила я сейчас подхожу под артензию древовидную higher star это красавица после любого дождика всегда выглядит вот в такой вот виде она постоянно за счет тяжести своих бутонов соцветий она постоянно ложится если ее подвязать в принципе да как вы скажете что ее просто подвязать нужно ситуация поменяется только тем что сами цветоносы просто обламываются поэтому я стараюсь не подвязывать она немножко вот так вот полежит когда вот эти вот капельки я думаю вам будет видно на цветочках обсохнут высохнут она сама поднимет свою голову сама по поднимает свои шикарные и крупные соцветия и пчелка попьет сейчас и нектара и водички и все дружненько поднимутся а это другие друзья комит купе на уж конечно все красавицы и красотки после дождя умыты помыты стоят смотрите каким красивым столки стойким солдатиком то есть все отлично пижма легла на землю то есть не выдержала дождика ну конечно же поднимется хост и хост и смотрится тоже конечно шикарно красиво кстати эту хосту я получила пересортом как оказалось но при этом она не теряет действительно свою красоты и своего превосходства и от этого она не стала хуже я ее люблю по-прежнему как и любила возможно это зибольда элеганс возможно еще какая-то другая хвоста но это не столь даже важно потому что хвост очень много и сложно найти действительно правильное имя если вам пришел пересорта какая красота это злаки тоже когда они усыпаны капельками да я сегодня готова восторгаться радоваться красоте растений уже кстати зацветают и хризантемы вот такая красота сейчас царит саду здесь у меня новая клумба посадила сюда своих новичков еще пока не лежит мульчи просто уложила картоном чтобы не росли сорняки и сохранялась влага для моих новиночек потому что в саду жарко высадить и высадить их нужно было обязательно это его розмарина листная красивая очень эффектная и что с интересной листвой здесь меня сидит клен оранж и еще полностью не помню сейчас кляну оранж дрему тоже конечно красивый эффектный кленит цвет листвы у него изменчив центр я посадила горную сосну которая будет просто расползаться туда-сюда это сосна горная ой какие зовут лорус если я не ошибаюсь что то такое вот название имя перейдем на ту сторону тоже покажу вам остальные растения которые здесь сидят это березк лед крылатый компакта красивый интересный кустарник с очень плотной листвой и листва зеленого будет изменяться на красный цвет уже кстати на некоторых лепесточках начала появляться эти изменения а это дорогие друзья цертис я уже в нетерпении жду весны чтобы посмотреть как действительно он цветет он и сейчас красив у него очень интересная листва достаточно такая как бы эффектная но он радует конечно больше всего именно цветением за счет цветов я его в принципе и приобретала в свой сад а в дальнейшем данный цветник буду устилать мульчой тоже буду вам показывать как будет меняться внешний вид этой зоны лилейники очень красиво очень стойко переносят любые дожди за счет того что лилейники цветочки однодневки для них дождь действительно не страшен даже если повредится один цветочек он все равно сегодня перецветет поэтому дождик это так просто умыться и помыться как говорится розочки первая волна цветение многих роз уже позади сейчас уже начинается в моем саду вторая волна цветение роз некоторые розы настолько ароматны особенно после дождя запах ощущается просто чудесные просто превосходный здесь у меня достаточно солнечное место и вы смотрите насколько хорошо еще держится капельки еще одна розочка я сортов в основном не знаю своих роз поскольку я их выращиваем из черенков у меня все розы корни собственные поэтому сортов я называть никаких не буду я просто показываю вам их делюсь красотой вот и все на этом дорогие друзья спасибо вам за внимание за прогулку по моему саду после дождя после ливня в принципе все прошло на ура я думаю что многие растения довольны такой погодой поэтому я тоже очень довольна очень рада и буду наблюдать за насекомыми как они собирают мед и будут нести себе домой всем пока пока и до новых встреч на моем канале прогулка была спонтанной не запланированная совершенно но я надеюсь вам она понравилась